Добрый день друзья 2017 год июнь 22 давайте посмотрим как завязались как опылились в этом году соцветия и завязались ягоды кстати в этом году в этом году все периоды развития виноградного куста отстают от обычного где-то на три недели такие завязи как сейчас у меня в прошлом позапрошлом году были в самом начале месяца начале июня все из-за того что очень холодный май и начало июня и так давайте посмотрим что имеем в этом году начну с лоры лора очень ранний сорт с функционально женским типом цветения еще имеет название флора вот смотрите как видно опылился очень неплохо очень хорошая завязь практически без гороха но еще могу сказать что лору я обрабатывал гиберелином стадии полного цветения поэтому возможно и отсутствует горошение но я скорее всего так думаю обработка гиберелином естественно увеличит размер ягод и поэтому придется провести несколько манипуляций чтобы уменьшить плотность ягоды ну об этом я расскажу в следующем видео которое выложу сниму и выложу на днях и так лора опылилась очень очень хорошо гелиус тоже очень хорошее пыление отличная завязь кстати гелиус очень красив и очень скажем так большую нагрузку куст выдерживает то есть опыление в этом году хорошая хотя и погоды во время цветения были холодные вот еще сейчас покажу несколько гроздей кстати размер вот этого листа бумаги белого 50 сантиметров то есть можете примерно сравнивать какие размеры грозди вот он тот же гелиус грозди не очень большие но когда ягода созреет будут внушительных размеров академик овицба куст еще довольно молодой гроздей немного но завязывание ягод хорошие академик овицба или он же раньше имел название памяти джинеева а это виноград виктор или виктор это селекции крайного тройка так называемая виктор сейчас покажу вам юбилейного черкаска и преображение завязь очень хорошая тот же виктор или виктор кисть вроде бы гроздь несколько изрежена но достаточно и такого количества виноградок и виноградных ягод потому что будут очень крупные это кишмишвелес смотрите гроздь практически 50 сантиметров ну около того 45 сантиметров ягод будет достаточное количество еще одна гроздь кишмишвелес приятно смотреть на такие грозди это килограмм до двух наверно будет гроздь а это гроздь юбилейного черкасска один из стройки крайного не знаю на выдвижение гиберелином не работал почему грусть такая огромная получилась но ягод конечно не очень большое количество зато будут очень крупные и все грозди на кусте практически такого размера вот я сейчас покажу еще одну еще одна гроздь юбилейного черкасска видите смотрите какая она огромная эта гроздь ну посмотрим что получится ягоды должны быть очень крупные преображение еще одна из форм крайного вот еще одну покажу такая же большая гроздь вот они красивые грозди надеюсь такие же будут и ягоды у нас кишмиш находка гроздь несколько изрежена но но кишмиш с очень крупными ягодами четвертого класса бессименности иногда могут присутствовать мягкие рудименты но это зависит от погоды часто и вот еще он же кишмиш находка тоже очень большие грозди проходил мимо не смог опять не показать это кишмиш велес снова юбилей юбилейного черкасска вот он низина опылилась хорошо грозди не очень крупные но ягода невероятно вкусная это зорница очень раннего срока созревания янтарного желтого цвета очень вкусно это ливия форма загорулька опыление в этом году очень 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 неплохое несмотря на холодный месяц а так опылилась анюта монарх грозди небольшие но ягоды самые крупные на участке вообще-то этот сорт склонен с осыпанию к осыпанию завязи но тех ягод которые остаются вполне достаточно для того чтобы придать грозди товарный вид огромные огромные вкусные ягоды монарх но и остальные сорта опылились не менее не менее хорошо а и Субтитры создавал DimaTorzok